День карту Тара-ара-рам-там Тиреу О, я слышал хруст Серёга, топи! Только ты купил Кирилу, радуешься И всё, завтра её уже нет Серёжа! Серёжа! Наташа, ты что тут делаешь? Давай, вылазь быстрее. Я думал, это двигатель стучит, а это ты в багажнике, вылазь давай. Ты что там делаешь? Я целую личность тебя уже здесь жду. Это разве не то шум, где меня должны были найти экстрасенсы? Слушай, с такими криками, я думаю, вряд ли тебя позовут на битву экстрасенсов. В студии уже собрались наши гости. Давайте им поаплодируем. Привет, ребята! Ну и, конечно же, наши экспертные эксперты. Давай познакомимся. Наш любимый, наш любимый Сергей Витяев. Это он. Ваши аплодисменты, друзья. Ну и, конечно, человек, который не так хорошо поет, как ты, но зато лучше разбирается в автомобилях. Ваши аплодисменты, Дмитрий Золотов. Золото не эксперт просто. Друзья, мы спрятали для вас секретики в видео, и первые три человека, которые напишут первым эти несколько секретиков в комментарии, те получат... Пять тысяч рублей. Друзья, торопитесь. Описание и условия внизу под видео. В центре нашего внимания всеми известный кореец Киария. Слушай, на этой тачке я тебя точно уделаю, потому что на корейцах я просто собаку съел. Ведущие обзор шоу «Задави авторитетом» соревнуются, кто лучше сделает обзор на автомобиль по пяти основным параметрам. Им предстоит испытать машину и свое искусство вождения, после чего ведущие дадут оценку автомобилю. Побеждает тот, чья оценка ближе к мнению экспертов. Однако все может изменить бонусный балл от зрителей в студии. Кто же победит в противостоянии полов? Скоро узнаем. Шок-контент. О, у нас любимый. Отлично. Можно не читать, мы все знаем. Будет больно. Мы поставили двойную сегодня дозу. Что инженеры Киарео? О, я слышал хруст. Я слышал хруст. Это, кажется, твоя совесть была только что. Перед теми людьми, которые дали тебе этот автомобиль. Не умею водить. Да нет, ты прекрасно водишь. Скажи, что инженеры Киарео разработали специально для России? Более мощную подвеску. Второй вариант. Это датчики-определители качества бензина. И третье, более теплые опции. Более теплые опции. Это я знаю, да. Это же Россия. Да, 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 да. Нам они нужны, потому что у нас здесь что? Правильно. И медведи. Очень холодно. На водке далеко не уедешь. Где находится клинвал? Может быть без вариантов? Давай начнем того, что это. Ну, сейчас и узнаем. Вариант А в двигателе. Вариант Б под днищем автомобиля. Вариант В в коробке передач. Пусть будет под днищем автомобиля. Ну, сколько раз можно повторять? Это двигатель. Ай! Ой, ну блин! Офигеть! Ты самый большой поставил. А давай правильный ответ. Я не знаю. Сейчас буду жарить тебя. Посмотрим. Что символизирует овал, в который заключен логотип Киа? Всевидящее солнце, земной шар, непрерывность движения. Непрерывность движения? Неправильно. Ааа! Это было двойная, мне кажется, порция. Сколько заводов у компании Киа Моторс? Ну, ты-то должен знать. 21, 18, 14. 21. 14. Давай, чтобы ты запомнил, 14. Ааа! 14, 14, хорошо. Запомнил? Сколько? 14. В каком городе России собирают Киария? В Липецке, в Хабаровске, в Санкт-Петербурге? В Липецке. Ааа! Еще? В Санкт-Петербурге. Молодец. С вами бывали случаи, когда такси не может вас найти, а вы вот он стоите, машете ему, кричите. Проблемы с геолокацией, неверными адресами или слухом таксиста? Перед вами коробки. В четырех из них находятся ваши пассажиры. Вам надо найти людей в коробках, не покидая автомобиля, и посадить их себе в машину. Ух ты! Кто найдет всех пассажиров за две минуты, тот и победил. Пассажиры? Они должны быть живыми? Конечно. Конечно. Тут они придумали, конечно. Слушайте, ну прошло уже какое-то время, ноги начинают затекать. Ммм, да, Наташка. Давай-ка, пошустряю. А где... А где это мои пассажиры? Ай, ты мой светлячок. Нашла, нашла, слушай. Ай, ты мой светлячок. Прыгай в тачку скорее, мало времени. Вау, практически на ходу. Слушай, это испытание было не для тебя, это для тех людей, которые сидят. Что, поищем? Да, помоги. Подъедь поближе. Да. Есть кто живой? Три свободных места до Жулебина. Да. Вот, вот, мы начнем. Давай быстрее. Прыгай назад. Предлагаю, да, вот так развернуться. Так, а ты помнишь, который ты проходила, как или нет? В это мы заглядывали? Вряд ли. Нет, подстава. Есть кто-нибудь живой? Ой, как хорошо, что вы здесь есть, власть. На всякий случай. Ой, как хорошо, что вы там есть и я не так близко к вам бы ехала. Передай вам за проезд. Так, ну что, я думал, честно говоря, что в приличном маршрутке и в приличном такси всегда играет музыка. Музыка не играет, я буду петь. Я буду петь эту знакомую всем до боли песню. ТАРАРАРАРАРАРАРАРАРАанс, ТАРАРАРАРАРАРА. Это ж Гимн всех таксистов. Слышь, это тальнобойщиков правда. Ну.. Слушай, я больше такси пользоваться не буду. Надеюсь, ты не откроешь.. Таксимортация. Надеюсь, ты не откроешь свою такси школу, которая будет учить этим стремным приемчиком. Иди давай сейчас посмотрим, как ты будешь объезжать эти коробки лёгко ну что мой любимый фильм это фильм такси мы конечно не в париже но всех пассажиров должны быстренько проверить приехал кто забрал принцессы я себя чувствую принцессы в коробке пробуем смотрим у кого нет может быть за это повезет никого да что за подстава такая дружище выходи быстрее садись назад давай давай быстрее запрыгивать так где следующий дружище давай быстрее запрыгивать на машину отлично 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 здесь снова подстава давай быстрее быстрее запрыгивай запрыгивай так у нас без остановок последнего пассажира осталось так ну что давай человек что произошло нет ни одного человека больше может быть его не должно было быть главного права таксиста это не сдаваться я буду тебе помогать сударь они за вас у нас знаете ли тут соревнования пролетают координаты свои в приложении указали а сами отошли молодой человек это знаете ли простое у нас ожидание всего три секунды ты покорил меня молодец ништяк красота красота что правильно таксист всегда знает кому вовремя нужно подать руку прошу вы приехали в зону назначения выходе красиво вы самый спокойный пассажир был ну что блин ну короче я скажу сразу ты победитель в этом испытании потом в этом испытании только и все да пока только в этом никакого таксизма в нашей передачи у нас все либерально мне киаре понравилось мне понравилась ее компактность для себя нахожу компактные и честно говоря я больше воспринимаю автомобиль когда там больше багажник или это хотя бы хэтчбэк но если это городской автомобиль наверно сойдет и так мне кажется достаточно симпатичная мордашка ну лично мне честно говоря 50 на 50 потому что с одной стороны это не самая крутая тачка которая может быть но с другой стороны у нее есть какие-то первые нюансы предпосылки для того чтобы был дизайн то есть мы увидим что линии у нас есть изогнутые есть определенные специальные места для того чтобы вместить фары мне нравится то что эта машина по высоте такая что я могу поставить сюда сумку даже слегка приподняться на носочки и что-то достать из сумки да они вот это вот стоять пытаться устоять на одной ноге и еще что-то там искать давайте посмотрим что же здесь внутри так но во-первых скромный скромный материал из которого сделано сиденье обшивка достаточно быстро можно сориентироваться по ручке не надо там три года искать есть место для телефона здесь немного кнопочек а для меня лично это очень важно потому что когда вот напичкают здесь столько всего и нужно разбираться долго для меня это проблема есть мультимедиа обшивка дермантин на фирменная строчка к сожалению не красного цвета и мне очень нравится когда ниточка почему-то именно красного вызывающего такого фирменного бросающегося цвет нет для очков штучки а для меня это важный момент чтобы могла быстро очки оставить вот это вот меня смутило так ну из ништяков которые здесь есть помимо того что есть подогрев сидений двух передних сидений здесь есть еще подогрев руля ты как мы видим в принципе довольно марки пластик потому что на нем остаются следы я только недавно поставил чашечку кофе она там в принципе зафиксировалась на долгие годах удобно выходить как раз для моих недлинных ножек а вот что касается задних сидений то те которые у окон они комфортные но посерединке так себе и ножки надо поджать и как тут не совсем удобно ну что же у меня не самый высокий рост при этом я отодвинул сидение водителя на комфортно для себя дистанцию и остается что здесь у меня довольно мало места при том водители с высоким ростом тоже будет упираться в лоб потому что у меня рост 178 сантиметров здесь остается совершенно небольшой зазор из минусов нет кармана куда положить девайс или power bank во время долгой езды зато кармашек есть на пассажирском сиденье если говорить про багажник первое чем я сталкиваюсь то что здесь нет ручки нужно открывать изнутри мне понравился багажник я нахожу его большим вместительным без всяких тут дополнительных каких-то крючков вот сверху есть тут какие-то штуки выезжающие они меня лично пугают смущают там надо как-то я боюсь их сломать поэтому так открыл снял закинул хлопнул час клуб ну не с первого раза надо кашу по утрам есть что в селенке были и отправился в путь дорогу если вы разбирать и заглянуть поглубже здесь у нас есть фанерка которая прикрывает запасочку прямо сейчас ловите оценки от серёги и так первый двигатель испытав двигатель довольно резкий привычный мне понравилось соотношение по баллам примерно 8 баллов неплохо двигается с места не знаю сколько за сколько набирает сотку мне было довольно комфортно проходить испытания искать своих пассажиров и с этой задачей кио справился по мощности я могу поставить наверно 8 потому что она не сразу как-то так вот не сразу тебя слушалась и прям стартовала то есть нужно было и немножко как-то подумать и потом она уже отправлялась путь мой любимый критерий удобства управления здесь можно поставить высокий балл но при этом конечно бывают тачки которые управляются намного удобнее поэтому на текущий момент 7 баллов удобства в управлении у меня на десятку мне было очень комфортно как выворачивать руль так и ехать и то есть я я десятка мягкость подвески ну наверно 8 то есть мне немножко не хватило к сожалению подвеска это не фишка корейских автомобилей поэтому тоже 7 баллов снаружи это 10 внутри ну вот я не скуплюсь мне не жалко но я могу сказать что да это 9 балл скину за очки ладно ну вот девятка мне было очень комфортно если бы не дешевый пластик и не шатающийся коробка передач и вот эти вот механические прикольчики я бы мог поставить 8 на текущий момент это 6 баллов соотношение цена-качество тоже 10 если говорить о стоимости владения автомобиль довольно экономный потому что потребляет 92 бензина вы знаете цены у нас постоянно растут при этом расход топлива я подразумеваю что здесь где-то примерно 8 11 литров в принципе то что нужно для города по поводу запчастей я думаю их можно найти на любой разборке поэтому проблем особых не будет существует огромное количество неоригинальных аналогов которые достойно справиться задачей стоимость владения 8 из 10 я наверное многого не заметила не поняла не узнала потому что когда ты ездил всего лишь на дедушкиной шестерки в жизни то конечно тебе любая киарео покажется супер мега машиной хочу сказать что это не самый плохой автомобиль за рулем которого я сидел неплохо смотрится внутри если вы еще пересаживаетесь более простых моделей или отечественные тачки это отличный выбор если вы гоняете по городу или любите ездить на дачу он тоже подойдет исходя из своих характеристик что можно сказать киарео плотно поселилась в сердцах и артериях нашего мегаполиса шутки в сторону друзья у нас начинается серьезное голосование вас есть конус туда вы опускаете синие квадратики все очень просто побеждают ребята и в очередной раз доказывают то здесь доминирует а я посмотрю очень много обзоров когда на автомобиль но вот такой обзор смотрел первый раз это круто вы прирожденные таксисты вы даже можете вызвать и довести его по любому послушаем наши оценки наши оценки мы сделали так то что здесь много сказано про рива мы хотим сказать огромные минусы огромные плюсы добавить ваш обзор и после этого конечно увеличить оценки ну и начнем наверное не с минусы а с плюсы мы выбрали много положительных моментов которые есть в этом автомобиле ну первое я думаю краски это востребованность автомобиля потому что он популярный и вы легко купить легко продать так сказать автомобиль а вот это огромный плюс и еще пять лет гарантии почему и выбрали вот ассист 150 тысяч пробегов гарантия достойная для автомобиля этого класса рабочая лошадка плюсов на самом деле очень много это мы как эксперты именно к транспорту подойдем это генератор который находится сверху многие не обращать на это внимание но когда мы заезжаем в лужу или в грязь это все остается под капотном пространстве минус первое что мне на самом деле прям вот коробит в этой машине это подвеска действительно правильно заметить подвеска очень жесткая а если жесткая подвеска то я привык что автомобиль должен быть устойчив а он еще и не устойчив то есть и самая плохая наверно оценка у нас мягкость подвески это пять баллов ну мне не нравится это подвеска причем солидарно в этом мнении это телега очень жесткая но у него не один на минус это угоняемость автомобиль так как она популярна ее и угоняют почему я угоняет потому что ее можно легко быстро забрать на запчасти раздать там тем же самым таксистом все и машина пропала только ты купил кириллу радуешься и все завтра ее уже нет шумоизоляция вообще никакая этот автомобиль нуждается в серьезной доработке минус я добавлю вот решетка радиатора снизу нет сетки вся грязь и камни летят в радиатор а в целом на самом деле там взяв с историю автомобиль очень хороший он достойный очень популярного очень хорошо продается в россии там он даже когда-то обгонял лада гранта а это самая популярная у нас машина в россии поэтому средний балл 8 и 2 а именно комфортный салон это 8 мощность двигателя на плюс это действительно плюс по 23 лошади его динамика она потрясающая вот это если мы говорим 1 и 6 1 и 6 вот я думаю среди конкурентов нет такой динамики на самом деле за это и любит кириллу вся это огромный плюс поэтому здесь четко 10 баллов правильно 10 баллов мощность двигателя мы даем переходя к удобности управления здесь особо замечания нет и можно вас перебью мы не обратили внимание на сиденье там нет поддержки поясничной регулировки получается либо мы садимся плечами упираемся любым поясницей либо мы сгоблены либо мы напряженные вот это вот тоже большой минус которым отметили поэтому все удобно все хорошо все понятно все современно да есть естественно там моя жесткий пластик и так далее но и цена принципе не жесткая вот на поэтому удобность управления 9 баллов и соотношение цены и качества нас тоже 9 баллов наверное за это и мы любим рио и в общем у нас получилось 8 и 2 друзья раскладываю по полочкам моя оценка была 7 и 2 оценка наташа была 9 эксперты сказали 8 и соответственно наташа какое-то время было ближе к победе но самое главное наши супер зрители проголосовали за серегу и поэтому я предлагаю мировую ну ладно так и быть друзья ваши аплодисменты нашему супер зрителям спасибо ребята вы лучше вы шарите вы знаете за кого голосовать ребята следите за дорогой следите за машиной следите за своей девушкой чтобы она не трогала вашу тачку сергей давай ты не будешь желать невозможных вещей нашим зрителям лучше пожелаем чтобы им не засовывали палки в колеса и не совали листовки под двор я знаю чтобы этого не случилось просто нужно поставить лайк подписаться на наш канал и написать в комментариях чьи обзоры круче пока а